В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. В результате повреждения теплосетей в гор-роще водоснабжения нет в 70 жилых домах. В Рязани сотрудники остановили автомобиль под управлением 7-летнего школьника. Центральный парк культуры и отдыха планируют закрывать в ночное время суток. Два года страха. Жителям дома на улице Гоголя обещают сжечь подъезд. В пятницу рязанцы выкладывали в интернет фотографии и видеопотопы на нескольких улицах города. То ли по гор-роще пробежала черная кошка, то ли там рассыпали соль. Но пятница 13-я для жителей района дала о себе знать в полной мере. Из-за аварии на улице Пушкина горячую воду отключили почти во всем железнодорожном районе Рязани. На этом проблемы жителей гор-рощи не закончились. Вместе с горячей водой в районе отключили и свет. Рязани Энерго произошло отключение электроснабжения повысительно перекачивающей насосной станции номер один. На тепловых сетях, на наших, на муниципальных. Значит, после того, как насосные агрегаты остановились, произошел гидроудар. В результате чего появилось повреждение на тепловых сетях. Значит, повреждение в течение часа было локализовано. Вода сдренирована. В течение полутора часов мы приступили к аварийно-восстановительным работам. Работы будут выполняться в голосовшем режиме. По необходимости мы людей своих оставим здесь и на ночь. 9 мая торжества, посвященные празднику Победы, отгремели по всей стране. Масштабные парады, демонстрации боевой техники, шествия бессмертного полка. Согласно данным МВД, всего в стране вышли на улицы и присоединились к празднику около 16 миллионов человек. Рязань в том числе приняла участие в шествии. О том, как горожане отпраздновали День Победы, в следующем материале. В этот день наш микрофон был открыт для всех желающих. Люди сами с удовольствием подходили, делились впечатлениями, читали стихи. Многое было сказано про бессмертный полк. В этот раз в нем собралось 30 тысяч человек. Сегодня солдаты, как в годы войны, глядят с фотографий, бессмертно живые. На всех одной клятвой в веках скреплены, ни шагу назад. Всех помнит Россия. Потомки хранят имена, ордена, наследство века. Россию, Россию. Все пришедшие с портретами хорошо знали, кого они представляли. Ведь для подготовки к этому дню людям пришлось поднимать архивы, искать фотографии и выяснять историю своих родных и близких. Я очень горжусь своим прадедом, потому что благодаря всем воинам и благодаря ему сейчас над нами мирное небо. Это мой прадедушка по маминой линии. Он воевал под Сталинградом. А это мой дедушка по папиной линии. Он был артиллеристом и воевал на Малой земле. Он награжден медалем за два года. Когда ты стоишь в строю, эти мурашки по коже идут, потому что смотришь по сторонам и видишь, сколько людей не вернулось с войны, сколько людей погибло уже от естественных смерти после Великой Отечественной войны, сколько их с нами уже нет. И вот от этого еще больше осознания, от того уважения к тем ветеранам, которые остались сейчас с нами. Для меня это главный праздник, самый важный в году. Помимо военных рязанского гарнизона, которые красиво с песней прошли по главным площадям города, в Рязани было много простых людей в форме военных лет. Так они старались показать свой патриотизм, то, как надо помнить. Я желаю Дню Победы, чтобы всегда в нашей России был порядок и все было хорошо, чтобы у нас не повторилась война. Ждем Победы. Мы непобедимые. Нас невозможно победить. Мнение о том, что Россия непобедимая держава, слышалось со всех сторон. Эти же слова произнес и глава региона. Это очень важно, когда дети, внуки, правнуки гордятся своими предками и несут эти фотографии. Это вообще вызывает чувство сплоченности нации. И это видят все. Весь мир видит это. И все понимают, что с Россией надо дружить. Не надо с Россией воевать никогда. Ветераны в своих интервью напоминали о том, что все россияне всегда должны быть готовы к любой трудной ситуации для защиты своей страны. Они вспоминали времена войны и рассказывали о том, как это было. Сначала было тяжело. Не хватало опыта. Враг был опытный. Но я ушел на фронт не ради славы, а ради жизни на нашей любимой родине. И мне легко было претерывать все труды. Этот праздник вызвал бурю эмоций у людей. Он продолжился выступлением группы спецназа, массовыми гуляниями и бесконечной радостью горожан. Центральный парк культуры и отдыха в Рязани планируют закрывать на ночь. По данным некоторых рязанских СМИ, на данную меру пошли, чтобы предотвратить порчу имущества. Известно, что разрабатывается проект строительства в парке велодорожек, ограждений, а входы в ЦПКО будут отремонтированы. Правда, все это лишь пока только в планах. В сегодняшнее состояние главного парка города увидела Оксана Тепенехина. В любом крупном российском городе имеет место Центральный парк культуры и отдыха. Есть он и в Рязани, и ни для кого не секрет, что это излюбленное место горожан. Огромные зеленые территории, асфальтные дорожки, новые лавочки, детские площадки. В общем, полный комплекс. В прошлом году власти города даже предприняли попытку отремонтировать ЦПКО. Но, как мы видим, этого оказалось недостаточно. И если центр парка еще можно назвать красивым, то на периферию в одиночку лучше не соваться. На самом деле, солнечным пятничным утром в парке было весьма оживленно. Мамы и бабушки с колясками прогуливались по тропинкам, студенты сдавали спортивные нормативы. Ну и другие любители свежего воздуха заполонили пешеходные дорожки и площадки. То, что центральный парк в последнее время стал значительно чище, а приятнее и красивее – бесспорный факт. И это подтверждают и сами его посетители. Стало намного лучше. Тут все ходят довольные, катаются, дорожки. Мы очень рады, что парк преображается. Получше, конечно, чем в прошлые годы, но недостаточно. Я довольна стала. Очень чисто, хорошо. Гулять по задворкам старых внутрипарковых строений недалеко от Рюминского пруда. Даже в такой солнечный денек было, с одной стороны, любопытно, а с другой – некомфортно. Кстати, густая лесопосадка скрыла за собой старый кинотеатр под открытым небом. И сразу же возник вопрос. А почему же сегодня, в месте, отдаленном от жилых домов и проезжей части, нет этого кинотеатра? Почему не сохранили? И решили узнать у прохожих, чего же им еще не хватает в парке, чтобы они здесь хотели увидеть. Ну, может быть, каких-то детских развлечений немножко. Очень дорого, конечно, вот 100 рублей за одно катание. Не знаю, так очень красиво. Клумбочек еще бы разбить. Ну, как по-вашему вообще соответствует парксу или названию? Да. Мы его любим и очень рады, что им занимаются. Мне кажется, каких-то детских больше нужно комплексов. Вот сделали новый. Мне кажется, нужен такой же, только детский. Есть же сейчас такие специальные для маленьких. Потому что очень много, я так думаю, из детских садов привозят и гуляют на больших. А детям это как бы и небезопасно. Ну, и побольше, как бы, я не знаю, чего-то для отдыха и уборки. Потому что, ну, вот я хожу вот здесь, ну, вообще, конечно, грязно, ужасно. Главное, чтобы вот сделали вечером, пусть открытый, не закрытый кинотеатр. Вот. И вот вечером куда пойти нам? Пришли, мы посмотрели фильм. А то обычно там вот объявления в городском парке. Там, представляете, куда идти? Всякие мероприятия в основном. Ну, вот здесь бывают, ну, только изредка. Кстати, недавние сообщения о том, что парк в скором времени планируется закрывать на ночь, чтобы недобросовестные горожане не имели возможности разрушать то, чего в ЦПКИО и так в дефиците, официально пока не подтвердили. И все же стоит задуматься, что не только органы местного самоуправления не смогли сохранить былую красоту этого прекрасного зеленого места, но и мы сами не только не сберегли, но и продолжаем портить, поганить, загрязнять и захламлять. 12 мая во всем мире отмечали День медицинской сестры. Впервые его стали праздновать с 1965 года. В Рязанской области в этой профессии трудится почти 13 тысяч медсестер. Наша съемочная группа пообщалась с молодыми медработниками, чтобы узнать, почему они выбрали и эту профессию. Когда-то Сократ сказал, что все профессии от людей, только три от Бога. Это учитель, судья и врач. Работа медицинской сестры не менее важна, чем докторов. Медсестры находятся в тесном контакте с пациентами, помогают им на всем пути выздоровления. Поскольку профессия очень востребована, обучиться ей желают многие. В Рязани для этого есть все условия. Рязанский медицинский университет проводит обучение по нескольким этапам. В теоретическую подготовку студентов включены инновационные методы и средства обучения. Студенты осваивают необходимые навыки, умения с помощью современных тренажеров и симуляторов. Но все же больший процент – это практические занятия. За время работы университета в нашем регионе сформировались сплоченные продуктивные деловые связи с практическим здравоохранением. Во всех крупных медицинских учреждениях города расположены клинические базы вуза. Так, мощная база располагается в областной клинической больнице. Под руководством опытных профессионалов студенты факультета сестринского дела проходят практику работы уже в реальных условиях. Мы с удовольствием на нашу базу принимаем на практические занятия студентов Государственного медицинского университета. Наши специалисты, которые долгие годы работают в наших стенах, с удовольствием делятся своими практическими знаниями со студентами, которые к нам приходят на практику. Они обучают их всем сестринским наукам, всем манипуляциям, которые должна знать медицинская сестра, работая в лечебном учреждении. Каждый из студентов выбирает для себя профессию медицинской сестры по разным причинам. Я с детства мечтала об этой профессии, так как многие мои близкие родственники работают в медицине. Эта профессия невероятно актуальна и востребована. И я считаю, что медицинская сестра – это одна из самых востребованных профессий. Семь и других студентов, напротив, никогда не были связаны с медициной. Зато они сами проявляли к этому интерес с самого детства. И теперь на пути к своей мечте многие из них достигают высокого уровня, проявляя себя на различных конференциях и олимпиадах. Перед тем, как отправить студентов на практику в больницу, они отрабатывают теорию на муляжах – специальном оборудовании, которым в полной мере оснащен ВУЗ. Эти тренажеры помогают отработать уход за больными, навыки забора крови, введение инъекций и другие манипуляции. Ой, разница не очень большая на самом деле. Все эти муляжи настолько правдоподобны и реалистичны, как люди. Там даже и искусственная кровь, и все приспособлено так, чтобы мы были максимально готовы к реальности. Сегодня мы с вами можем здесь увидеть посвященное дню медицинской сестры мероприятия, которое включает выступления студентов на конференции с докладами. То есть студенты подготовили доклады по актуальным проблемам сестринского дела. И вот сегодня мы их можем с вами здесь услышать. И сегодня же у нас здесь будут представлены мастер-классы по отработке ряда сестринских манипуляций. То есть на тренажерах, симуляторах, которые представлены на нашей кафедре. На подобных мероприятиях студенты могут отобразить именно ту проблему, которая их волнует. Они раскрывают темы, которые в дальнейшем пригодятся им в работе. Доклад на тему роль медицинской сестры в реабилитации инфарктов, перенесших инфаркт миокарда. Почему вы выбрали именно эту тему? Всегда интересовала тема кардиологии, заболевания сердца. Также необходимо знать реабилитацию инфарктов после таких тяжелых заболеваний. Так как риск летальности после них очень высок. Анастасия Кондрашова является победителем внутри вузовского этапа Всероссийской Олимпиады по специальности «Сестринское дело». Это событие произошло в марте. Теперь ее ждет финал конкурса, на котором соберутся лучшие студенты из других регионов страны. Финал состоится также в стенах Рязанского государственного медицинского университета. В Рязани в сквере на улице Советской Армии появится парк аттракционов. Сейчас там идут подготовительные мероприятия. Ставят ограду, монтируют дорожки, устанавливают технику. Всего планируется построить пять механизированных аттракционов разных видов. Кроме того, в сквере появится контактный зоопарк. О том, какие именно перемены ожидают Александровский сквер, жители микрорайона не знали до последнего. А между тем, работы продолжались. И теперь уже нельзя не заметить разноцветные карусели, батуты и деревянные домики, в которых совсем скоро поселятся кролики, мини-пиги и разноцветные пернатые. В контактном зоопарке будут представлены небольшие комнатные животные. Это кролики, это декоративные пиццы с карусимоперением, будут водоплавающие два черных лебедя, небольшие мини-пиги, хомяки, мелкие животные. Новый сквер стал излюбленным местом жителей не только Дашковой песочни, но и всего города. И внести в его ставший уже привычным облик немного красок и веселья было прекрасной затеей. Работа проводится за счет вне бюджетных денег коммерческими организациями, заключившими договоры с администрацией. В течение 2016 года на территории сквера имени Александрова откроются две новые площадки. Первая – это парк аттракционов, который будет включать в себя карусели и аттракционы рельсовые. Вторая площадочка – это контактный зоопарк. В рамках открытия этих площадок в этом сквере будут предусмотрены различные массовые мероприятия, как для детей, так и для всех жителей ближайших домов и всего микрорайона Дашковой песочни. Какие будут мероприятия? Это зарядка для жителей ближайших домов, это различные конкурсы для детей, посвященные и Дню защиты детей, и различные спортивные мероприятия. На территории контактного зоопарка будет работа, выставка арт-объектов. Это и 3D-картины, и композиции скворечника. Парк украсится цветами, новыми деревьями и заживет новой полноценной жизнью, что будет, я считаю, приятным для жителей микрорайона Дашковой песочни. Парк аттракционов и зоопарк будут работать ежегодно в течение четырех теплых месяцев. В этом году проект планируется запустить ко Дню защиты детей, то есть 1 июня. Жители дома на улице Гоголя вот уже два года живут в страхе. Неизвестные обещают сжечь их подъезд. Поначалу на стенах подъезда оставались послания с угрозами. После невидимые враги перешли к действиям, начали поджигать двери квартир. Таким методом некто пытается вернуть денежный долг. Должником оказался один из жителей этого дома. В истории разбирался Роман Ворецков. Жителей дома по улице Гагарина уже второй год терроризируют или терроризируют неизвестные. Все началось два года назад, когда на двери одного из жильцов стали появляться вот такие послания. Сам же владелец квартиры никак на эти сообщения не реагировал до того момента, пока его дверь не начали поджигать на постоянной основе. После этих случаев соседи начали беспокоиться за свое имущество. Однако владелец квартиры продолжал игнорировать такого рода послания и угрозы. И на вопросы нашей съемочной группы отказался отвечать. А эти праздники у жильцов дома номер 42 по улице Гагарина выдались жаркими. Приблизительно в 4 утра 9 мая одну из дверей в подъезде подожгли. Проживающая в той квартире семья с двумя маленькими детьми сразу же обратилась в полицию. Но поддержки от правоохранительных органов жильцы не получили. Подожгли мою квартиру, даже мою дверь. Где-то был поджог в 4 утра. Мы вызвали милицию, потушили, конечно, мы своими силами. Но запах гари был очень ужасный. У меня двое малолетних детей, у меня трехмесячный ребенок. Так что эта ситуация нас очень ужаснула. Потому что я боюсь за детей. Писали в милицию, писали заявление. Нам приходит ответ, что нет доказательства, нет улик. Мы не будем рассматривать. И закрывает наше заявление. Во время разговора нашей съемочной группы с жильцами дома, владелец квартиры отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. За него высказались его соседи. Записки появлялись регулярно, с требованием отдать какие-то деньги. То есть, если не отдают деньги, там действительно была такая записка, то что будет гореть весь подъезд. Ну вот, что в принципе и происходит. Уже не знаем даже, что думать, что говорить, кто. Притом, все это совершается действительно ночью, когда люди либо спят, либо кто в ночные смены там работает. То есть, толком свидетелей никаких. Только вот фиксируем факт наличия поджогов. Как удалось выяснить, законный владелец квартиры отрицает любые обвинения. И по словам его соседей, сам обращался в полицию. Но никаких документов, подтверждающих его слова, никто не видел. Жители второго подъезда дома номер 42 по улице Гагарина не могут спать спокойно, зная, что их жилье находится в опасности и уже дежурит по ночам, надеясь выследить неизвестных или неизвестного поджигателя. Как утверждал герой знаменитого классического произведения, кирпич ни с того ни с сего никогда и никому на голову не свалится. Это правило, к счастью, сработало недавно и в Рязани, когда на улице Интернациональная буквально отвалился кусок стены жилого дома и с большой высоты упал на тротуар. Почему в Рязани становится опасно ходить по улицам, выяснял наш корреспондент. В Рязани откололась часть облицовки жилого дома номер 18 по улице Интернациональная. Информация об этом и фото, сделанные очевидцем, размещены в одной из групп социальной сети ВКонтакте. На фотографиях можно увидеть, что от дома отлетело несколько кирпичей. При падении с большой высоты эти кирпичи могли нанести серьезную травму человеку, а также повредить проезжающие автомобили. Но по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал. Видеи на Ассоциации защиты прав потребителей сообщили, что жалоб подобного рода с начала года было более чем достаточно. Во многих случаях, когда в новостройках происходят какие-то ситуации, люди пытаются разобраться, виноваты ли они или строители. Поэтому, если возникает подобный вопрос, здесь независимая экспертиза определяет, по чьей вине случилось то, что мы видим. Хочу сказать, что за 2015 год и начало 2016 года по новостройкам очень большое количество жалоб. Здесь были звонки от лиц, которые считают, что имеются недостатки, как определить, что, как и почему. Но, как мы видим, расследование идет, что на самом деле произошло. Это технологические какие-то моменты, монтаж кондиционеров, либо кладка некачественная. Пусть решит независимая строительно-техническая экспертиза. В данном случае сразу же после жалоб жильцов опасную для пешеходов и автомобилей зону оградили. Уже сейчас у рабочих есть версии, из-за чего могло произойти обрушение. Компания застройщик в срочном порядке начала проводить демонтаж фасада, чтобы заменить его как можно скорее, не причиняя вреда и неудобств жильцам. Причин несколько. Такая основная причина – это у нас установка несанкционированных кондиционеров. То есть жители устанавливают, где хотят, как хотят. В частности, в облицовочный кирпич, что влечет за собой повреждения его, попадание воды и в дальнейшем разрушение. 5-го числа нам поступил сигнал от управляющей компании. Вечером 6-го с утра мы уже начали выставлять ограждения по территории. И вечером уже у нас приехали проектировщики, дали проектное решение по данному случаю. После этого пригласили специалистов, в частности альпинистов. И они занимаются сейчас устранением причин. То есть демонтаж у нас идет облицовочного кирпича на силикатные замены. Также следует отметить, что застройщик не остался роднодушным к сложившейся ситуации. Даже после того, как истек гарантийный срок. Хотя ответственность за дом уже давно несет его управляющая компания. В четверг в Рязани задержали автомобиль под управлением 7-летнего школьника. На Московском шоссе сотрудники автоинспекции остановили автомобиль марки «Киа Рио», которым управлял 7-летний школьник. Как оказалось, ученик первого класса, когда находился дома один, взял ключи от отцовского автомобиля, завел машину и отправился в Рязань. О том, что за рулем малолетней инспекторам сообщили неравнодушные граждане. На Московском шоссе в районе перекрестка с улицы Мервинской сотрудники ДПС остановили автомобиль марки «Киа Рио», которым управлял 7-летний школьник, житель Рязанского района. Как оказалось, ученик первого класса, когда находился дома один, взял ключи от отцовского автомобиля, завел машину и отправился в Рязань. О том, что за рулем малолетней инспекторам сообщили неравнодушные граждане. Вы где находились, а где ребенок находился? Я сидел в городе, машина справа дома. Дома. А как получилось, что ребенок на ней поехал? Я в городе, я не знаю. Понятно. А мама в тот момент где была? С ребенком. С ребенком. Хорошо. Ключи от машины ребенок знал, где находится? Дома в шкафу всегда. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует держать ключи от автомобиля подальше от ребенка в недоступном для него месте и не сажать за руль автомобиля несовершеннолетних, если еще они не отучились в автошколе. Иначе трагедии можно не избежать. В эти дни на рязанских кортах проходит международный теннисный турнир имени Николая Озерова. Здесь принимают участие спортсмены из 20 стран. Соревнования приравнивают к турнирам большого шлема. Для молодых теннисистов это шанс заработать очки, которые дают им хороший старт в большой теннис. Когда построили Трязанскую теннисную академию, я думаю, что это начало какого-то прогресса или развития тенниса в России. Мне так кажется. Потому что здесь есть все, и есть все, чтобы сделать из человека профессионал. Если таких объектов будет больше по России, то тогда теннис в России будет увеличиваться. Организация турнира очень хорошая. Во-первых, если бы база не соответствовала стандартам проведения турнира в такой категории, то турнира здесь не было бы. На мой взгляд, база очень хорошая. Одна из лучших в стране. Не только корты, но и знаменитые тренеры, в прошлом являющиеся олимпийскими чемпионами, притягивают сюда людей из других городов. Спортсмены остаются жить и тренироваться на базе академии тенниса. Они обеспечены здесь всем. 18 кортов, есть грунт, хард, своя гостиница на 24 номера, столовая, где великолепно питают им питание заточено именно под спортсменов. Как бы вот поэтому к нам и едут. Все это сделано для того, чтобы повысить уровень теннисистов в России. Исходя из государственного задания, из бюджета на эти цели выделяются специальные средства. Здесь российских спортсменов большинство. В принципе, такова и задача Федерации тенниса России, чтобы турниры проводились международные в России, чтобы российские ребята набирали международные рейтинговые очки. Соответственно, россиян 90% игроков, но есть очень сильные ребята, которые входят в сборные России по своему возрасту. Ну, пока вот, пока успешно выступают. Этот турнир позволяет спортсменам, в том числе и воспитанникам Академии, прорваться в турниры первой категории. Здесь они могут заработать драгоценные рейтинговые очки, которые им для этого необходимы. Они сюда приехали за очками, потому что турнир достаточно высокая категория, второй. У нас в России есть только первая категория, один турнир, Кубок Ельцина, и вот турнир второй категории. Поэтому, соответственно, для России, для игроков наших, это хороший шанс, чтобы не ездить за границу на турнир такой высокой категории. Закрытие этого турнира состоится 15 мая, тогда же определятся победители. Считается, что в будущем на базе этой Академии возможно проведение турнира в первой категории. Для этого здесь есть все условия. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных и весеннего настроения. Генеральный спонсор программы – жилищный комплекс «Дядьково». Весь май квартиры площадью 41 квадратный метр от 1 150 000 рублей. По ипотеке с государственной поддержкой. Жилищный комплекс «Дядьково» – надежное качество по доступной цене. Звони 997722. «Дядьково» – надежный комплекс «Дядьково» – надежный комплекс «Дядьково».